всем добрый день меня зовут Ольга и я рада приветствовать вас на своем канале канале о рукоделии и сегодня я бы хотела заснять для вас очередной влог но влог этот будет влог одного дня потому что я ничего не снимала начиная с 7 числа так сложились обстоятельства ну то есть это радостное событие в моей жизни вот и как-то так получилось что не снимала я каждый день но тем не менее я вам сегодня расскажу о том что у меня связалось что я вижу ну и наверное немножко своих планах на ближайшее время и так помнится мне и помнится наверное вам что я объявляла март месяц месяцем стартов но хочу сказать что это провал говорю я это с улыбкой потому что провал это не в том плане что у меня что-то не получается связать в том плане что у меня не получается связать начать вязать несколько вещей одновременно то есть я планировала до 34 вещи связать одновременно кстати да это видео все таки еще будет формате трясущиеся руки вот поэтому вы меня слушайте иногда посматривайте на экран так и значит с чего начнем начнем с того что это был провал а значит да в моей идее потому что ну ну невозможно сломать себя ну конечно если очень хочется то наверное можно но вязание да свое хобби это все-таки такое увлечение когда хочется вот получать максимум удовольствия так скажем от проделанной работы и увиденного результата в том числе ну то есть мне результат также важен как и сам процесс вязания и значит что у меня связалась я конечно подержу не не большую интригу разворачивать это изделие я не буду хотя я говорила что это будет это уже джемпер готовое изделие она уже постирана и я просто хотела показать попробовать показать вам вот эти деликатные пайетки то есть это связаны из дропс брашит альпака сил к основная ниточка и полоски это сочетание этой нити плюс еще нить нить на вискозе я ее показывала в видео и вот давно хотела сделать такую вещь чтобы она была такая ненавязчивая но я думаю вам видно как блестят вот эти вот переливаются блестки сейчас попробую настроить свет может быть вот так будет лучше видно но в деле это конечно блестит и прямо вот знаете как в сказке в зимней сказке понятное дело что сейчас носить эту вещь ну так скажем еще можно еще только март пару раз я наверное успею выгулить эту вещь потому конечно это теплая вещь несмотря на то что она такая воздушная ушло на эту вещь извините за то что все время повторяют не те же слова на это изделие ушло 4 с хвостиком матка можно было уложиться их 4 на самом деле если сделать длину чуть пониже я в готовых работах попробую показать это изделие на себе просто джемпер вытянулся вытянулся хотя я его не то чтобы блокировала но распрямляла да так скажем на полотенце но тем не менее он вытянулся в длину вытянулся где-то наверное сантиметра на 3-4 если бы сократить эти 3-4 сантиметра можно было спокойно уложиться в 4 мотка но у меня было 6 мотков и теперь я пока не знаю куда пристроить эти оставшиеся почти два моточка вот то есть на сегодняшний день у меня уже есть одно первое не одно а первое готовое изделие вот дальше я вам буду показывать еще одно готовое изделие небольшое и уже перейдем плавно к процессам ну и следующее готовое изделие это маленькие маленькие варежки связаны они из дропс эйр не оставалась эта пряжа я как-то по-моему уже говорила в одном из видео что дропс эйр мне в носке не очень понравилось потому что я из него вязала из этой пряжи вязала шапку себе и маме и у мамы и у меня шапка знаете она расползлась я вот хочу попробовать ее немножко подвалять в силу того что там натуральный состав да может она подваляется это эти двойные шапки бени я наверное если найду фотографии здесь ставлю о чем я говорю и в общем у меня оставалось еще прилично пряжи и связала я такие небольшие варежки для чего вроде бы как уже весна да куда варежки то зачем а дело в том что у меня у малыша варежки только зимние такие знаете двойные купленные и их очень удобно одевать и они очень теплые ручка потеет а здесь они все такие такие весенние так скажем да на раннюю весну на пузднюю осень я думаю они нам не помешают связались на одном дыхании ничем не украшала просто вот просто так и вязала с манжетов так же как я последнее время вязала все варежки повязывая клин так скажем да тут плохо видно но тут есть вот имитация клина очень мне понравились эти варежки несмотря на то что они такие малюсенькие вязали вязала их очень быстро буквально наверное часа полтора мне все это дело заняло вот ну что еще о них сказать взвешивать я их не взвешивала в общем вот такие варежки и это готовая работа номер два я их наверное в готовых работах конечно покажу а может и не покажу может фотографии только вставлю связи с тем что мы сейчас будем активно эксплуатировать вот мы переходим к моим процессом который у меня есть на сегодняшний день я вижу небольшой шарфик планирую его украсить здесь детским детской аппликации шарфик нам нужен для того чтобы на курточку завязать его потому что снуды он пока не очень любит как собственно да как я уже говорила шлем я ему хотел связать но он все сдирает себя и поэтому я решила попробовать связать ему ну ребенку своему малышу шарфик значит вижу в две нити это у меня не теплая простой детский каприз цвет моренго сейчас я попробую найти детский каприз цвет цвет моренго ну это достаточно популярная пряжа она у меня тоже не фокусируется почему-то ну в общем поверьте мне на слово вот она у меня тоже есть в остатках один моток с хвостиком и я решила связать все таки вот такой вот шарфик попробовать потому что шею надо сейчас прикрывать весна как все знаем чтобы дети не болели вот и вяжу я их на спицах книг про 325 у меня есть чулочные такие замечательные спицы и покупала но на них практически ничего не вязала по моему носочки только один разочек связала носки да ну это такая развлекалочка от больших процессов и знаете сейчас весна что-то как-то перебрала я свой гардероб у меня есть фотография в instagram попробую здесь тоже оставить эту фотографию мою стопочку готовых изделий в которой я кстати говоря забыла еще доложить свой черный кардиган но это помимо того что я еще успел навязать маме и сестре и поняла что я что-то как-то очень много связала всего плечевых изделий и вообще я перебрала шкаф у меня и аксессуаров достаточно много на продажу я не вижу на заказ и вязать тоже как-то не очень хочу не знаю но хобби то мне мое нравится надо же куда-то теперь это все носить но я посмотрела что свитера я правда ношу они у меня такие знаете универсальные и поэтому под куртку под кофту ой под куртку под какие-то ну в общем и и погулять в общем и в мир и в свет и везде короче вот вот такой вот у меня процесс продвигается он медленно в связи с тем что несмотря на то что я люблю платочную вязку вязать как-то вот у меня получается очень медленно 3 4 5 рядочка в день но ничего страшного он не такой уж и длинный и я думаю что я быстренько справлюсь с этой задачей и быть может даже в марте уже готовая работа будет должна быть вот следующий процесс я просто не знаю как вам его показать как вам его разложить так чтобы было видно масштабы бедствия вот так значит это планируется но я и пока не знаю туника это получится потому что она удлиненная или это получится все-таки джемпер задумывался он оверсайз но я поняла что связав определенное количество да рядов я поняла что такую широкую вещь я скорее всего просто носить не буду хотя сейчас я думаю что надо было все-таки попробовать и связать это изделие широким потому что ну базовых вещей у меня уже достаточно как я только что говорила вот и можно было сделать что-то типа фэшн как говорят да вот но опять же зная себя торкнула меня опять таки связать ну как бы не в облипочку но с минимальной свободой облигания сантиметров наверное 10 но я хочу попробовать потом отпарить это изделие видите вот тут по низу фалдит но я так и задумывала потому что я прекрасно понимала что лицевая гладь она будет от отличаться от вот этой вот верхней части в связи с тем что верхняя эта часть у нас уж больно оранистое я как назвала его оранистое нечто в инстаграм потому что много-много переплетений кос и хочу сказать что да я люблю вязать эти косы переплетения но видимо я все-таки настолько давно этого не делала что допустила массу ошибок большая часть из которых я исправил вернее исправил все кроме одной мне девушка даже говорила о том что я здесь неправильно переплела вот я вам сейчас попробую пальчиком показать вот здесь видите я это заметила сначала хотела не распускать до этого момента да и продолжила вязание но сделал еще ошибку ошибку совершенно дурацкую все-таки распустил до этого момента и в повторность сделала ту же самую ошибку в общем и целом ну и ладно пусть будет пусть будет эта ошибка это будет спина ну да как говорится лучше конечно распустить чтобы этого не видеть но знаете вот это вот переплетение неверное да меня не настолько напрягает как он напрягали другие ошибки которые я допускала я допускала совершенно ну вот как-то задумавшись настолько я привыкла вязать лицевую гладь что здесь тоже хотела знаете вот села расслабилась пошла вязать своих мыслях но здесь так не получается несмотря на то что я очень быстро запоминаю ораны да но у меня здесь знаете что смущает то что вот это второе переплетение вот это вот имитированная коса она совершенно никак не совпадает с рапортами вот узора вот этого основного и когда начинаю считать как-то вот оно сбивает ну не могу объяснить но в общем и целом испытываю некоторые трудности трудности я люблю поэтому я думаю что с этим я справлюсь так здесь я сделала кос кос извините что я так показываю да потому что по-другому показать это если я близко приближу тоже будет как-то ну не знаю в общем ладно как есть это влог значит сделала не скос плеча а наоборот увеличила плечо и вот сейчас я буду уже плавненько выходить на скос плеча и делать здесь горловину как я сказала это будет спинка ну потому что перед я хотела бы чтобы был без ошибок посмотрим хотя и там могу натворить вот и что хотела еще сказать значит это будет спинка а да еще мне советовали на чтобы петельки у меня вот не прыгали на резинке видите как петельки прыгают сейчас я приближу видите как прыгают у меня петли на резинке почему-то не фокусируется сегодня но никак не хочет в общем и целом пробовала я методом ольги кондратьевой до которая говорила о том что надо вязать не классе у вернее классическими петлями не бабушкиными попробовать пробовала нет это именно пряжа именно то что я вижу в 6 нить и быть быть может нет хотя нет независимо от бобины или не боюсь бобины 6 нить из двух бобин то есть методом вытягивания в петлю да нет и как только я не крутила не вертела эти петли все равно они пляшут ну это будет вот такое будет изделие так будет задумано дизайнерский ход вот то есть это у меня процесс номер два на сегодняшний день и движется он движется по два три четыре пять рядочка в день он движется медленно печально но как-то вот наверное еще медленно печально движется он потому что я привыкла последнее время вязать реглан сверху да это намного быстрее то есть вот тот джемпер который я вам только что показывала да с пайетками он связался на одном дыхании потому что дошла до подмышек и дальше вот там уже буквально я его взяла с собой получается на выходные и приехав уже довязала ну и вообще спицы большого размера вяжется очень быстро здесь тоже спицы большого размера не на троечки не на два с половиной я тут пилю но все равно здесь изделие сшивной и это всегда затормаживает процесс но лично в моем случае не то чтобы я не люблю сшивные изделия или меня смущает то что их надо будет потом сшивать как-то да собирать в кучу нет сам процесс вывязывания вот этих планок рукавов отдельно тут хотя я еще не знаю буду ли вязать отдельно может быть соединив две две стороны я все-таки свяжу рукава послитно в круговую не знаю еще не думала над этим еще далеко вот вот такой у меня есть процесс вряд ли он завершится в марте чего на сегодня число то 15 наверное уже я подсмотрю число скорее всего я в начале не сказала я подпишу какое сегодня число вот так это процесс номер два ну и процесс номер три как я всегда говорю да канал о рукоделии не только о вязании и это у нас у нас у меня вышивка вышивая я второго хомячка первое я показывала в готовых работах по моему и во влоге и вот у меня еще есть схема второго хомячка видите он тут такой печальный на веточке висит а я решила сделать его веселым задорным весенним и и видите да как сказать то весь в цветах в общем но такой на мой вкус и цвет замечательный хомяк мне очень нравится мне нравится вышивать этот процесс он идет быстро бэк я выполняю сразу для того чтобы потом не заморачиваться это вот тоже такой этап так скажем да не очень интересные в отличие от крестиков крестики это конечно семечки для меня и буквально по 20-30 наверно крестиков день для успокоения нервов вот вот он движется процесс движется не быстро и достаточно медленно но я никуда и не тороплюсь не спешу то есть это такая отдыхалочка и будет две картины небольшие да я бы то скорее всего все таки решила их оформить в раму купила фикс прайсе белые рамки под них под этих хомячков вот поэтому вышиваю не тороплюсь как я уже сказала вот это второе мое увлечение но она сейчас меня не так сильно увлекает да завлекает как вязание но думаю что в ближайшее время я еще заказала знаете комплект ой набор маяк очень мне хочется вышить маяк не знаю почему но вот прям какая-то навязчивая идея поэтому я думаю что хомяка но если не в этом месяце то в следующем я все-таки вышью и там уже у меня будет новый набор я вам тоже его покажу обязательно в одном из влогов наверное быть может и в процессах готовых работах что у меня там будет какое видео выйдет формат не знаю вот такие у меня на сегодняшний день новости то есть это у меня третий процесс и новых работ плечевых крупных я не начинала несмотря на то что один завершила да ну вот как-то все таки я человек настроение человек одного процесса и мне так комфортно вы уж меня простите что я иногда болтаю и не не исполняю так скажем что ли свои слова да ну это влоги это моя жизнь это мое рукоделие я с вами делюсь тем что у меня творится сейчас в моем хобби вот я надеюсь что вам данное видео понравилось если понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на мой канал буду рада вас приветствовать пишите обязательно мне комментарии мне очень приятно я их читаю стараюсь отвечать по мере возможности да спасибо большое всем за внимание всем пока пока пока